Неосторожное обращение с огнем сегодня стало причиной еще одного пожара. В два часа дня в 68-м микрорайоне сгорела баня. По предварительной версии в строение зашли погреться неустановленные лица. Пламя пожара на соседние дома перекинуться не успело. Жертв удалось избежать. Но не обошлось без них сегодня утром в доме 16-15 нового города. Непотушенная сигарета стала причиной гибели маленькой семьи из двух человек. В 4 утра на пульт поступило сообщение о возгорании квартиры в 16-этажном доме. О пожаре сообщила соседка, которая почувствовала запах дыма. Огнеборцы отреагировали оперативно, но спасти пенсионеров не удалось. Вечером сын был младший. Я ему позвонила, он говорит, что нормально. Я сегодня с утра собиралась к ним идти. Погибшим пенсионерам было за 70, и они нуждались в постоянном уходе, говорит их снаха Татьяна. Мужчина был прикован к постели около месяца, а женщина передвигалась с трудом. Именно поэтому они не смогли выбраться из квартиры. Он сгорел. А мать здесь вот спала. Вот она задохнулась, видимо, вот все вот углевшее. На месте работают пожарные дознаватели. Фотографируют последствия возгорания. Узнают информацию у родных и соседей. По словам опрошенных, хозяин квартиры курил всю сознательную жизнь. Но в последнее время они следили за ним и старались сделать все, чтобы он бросил пагубную привычку. При нас он курил, и все, ты уходи. Мы не оставляли ему ни сигарет, ни это. Ну, не знаю, то ли сосед дал, то ли чего. Вот в пять часов позвонили сыну младшему. Сказали, что это вызвали здесь пожарные. Когда сотрудники МЧС приехали на место происшествия, дверь была заперта изнутри. Ее взломали, но очага возгорания к тому моменту уже не было. Огонь потух из-за недостатка кислорода. Пожару была присвоена вторая категория. По второму номеру был выезд пожарных подразделений, так как здание повышенной этажности. Но применение пожарной техники не пригодилось, так как очага возгорания, в принципе, потухла до прибытия пожарных подразделений. По предварительной версии пожарных, мужчина уснул с непотушенной сигаретой. Также по информации соседей, пенсионер был в нетрезвом состоянии.